Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндиакина. И перед просмотром видео не забудьте подписаться на канал. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. А также оформляйте спонсорскую подписку на канал. А сегодня мы хотели поговорить, я хотел поговорить с вами об обзоре Asus ROG Zephyrus G14 технологический космолит с достойным экраном. Процессор AMD, а видеокарта NVIDIA Wi-Fi последней версии от Intel. Такое ощущение, что у Asus решили не только создать самый компактный и мощный геймерский лэптоп, но еще и смех ради поместить в один корпус железа от трех непримерных соперников. Как работает такой коктейль и чем еще способна удивить 14-дюймовая новинка от Asus? Сейчас узнаем. Вот фотография. Zephyrus много уникальный аппарат. Это один из первых лэптопов с новейшим процессором Ryzen 4000, архитектура Zen 2 для ноутбуков и компактных устройств. Фотобак первой модели с новым дизайном ROG-ANIME MATRIX. Наконец, это редкий случай 14-дюймового лэптопа с крайне мощной начинкой и отсутствием серьезных компромиссов по части клавиатуры, звука или экрана. Компактный, мощный, удобный. Разве так бывает? Технические характеристики Asus ROG Zephyrus G14, процессор AMD Ryzen 7 4800 HS, 8 ядер в 16 потоков с частотой от 2,9 до 4,2. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q на 6 гигабайт и собственная видеокарта, встроенная AMD Ryzen Vega 7 на 512 собственной памяти. Аппаративная память 16 гигабайт DDR4-3200. Накопитель 124 гигабайт NVMe PCI 3.0. Дисплей 14 дюймов VQHD, то есть это 2К. IPS 60 герц, 100% SRGB плоской калибровки, порты 1 USB 3.2 Gen2 Type-C, дисплей порт 1.4 и Power Delivery. 1 USB 3.2 Gen2 Type-A, 2 USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 HDMI 2.0B, 1.3.5 аудио разъем, 1 микрофонный вход, 1 гигабит интернет, Ethernet провод, беспроводная сеть 802.11 AX 2.2, Bluetooth 5.0. Утого размера и вес. Вес составляет 1,7 кг. 1,6 без аниме матрикс. В нашей конфигурации ASUS ROG Zephyrus G14 стоит RAIDEN 7400, HHS 8, ядер 16 поток, базовая частота 2.9, авторазгон до внушительных 4.2. HHS в конце означает специальный вариант процессора, разработанный MD совместно с ASUS специально для таких ноутбуков. Они уменьшают энергопотребление и тепловыделение с TDP, TDP с 35 против 45 у обычных частотей 800H. Интергрейверы игрированный GPU RIDEON Vega 7 с рабочим частотом до 1,6 ГГц и небольшой объем собственной памяти 512 МБ. Система мощная, что центральный, что графический процессор легко дадут прикурить современным ноутбочным решениям Intel. Да и не только ноутбочным. Но это мы проверим бенчмарками. А сейчас еще одна важная особенность устройства. Дизайн Последний представитель серии ROCK обладающих характеристик с патентом на крышке алюминиевой панели была отшлифована в двух разных направлениях. С гранью по одной из диагонали 14-дюймового Zephyrus G сохранил общий смысл, проведенный наискость водораздела. Но получил современное иное воплощение этой концепции. Обратная сторона дисплея все так же выполнена из металла, но часть ее гладкая, а вторая половина с микроповерхностью и оснащена управляемой подсветкой. Да-да, теперь на крышке можно написать, что вы думаете об окружающей, вывести фирменное лого, красивый паттерн, все, что охватит фантазии и возможности местного центра управления, который позволит настроить миллион аспектов аниме-матрицы. На русскоязычном пользователи явно не рассчитывали. У нас такой нейминг будет ассоциировать с японскими мультиками. Но нюансы не меняют сути в открытом состоянии ноутбука, способных приклеить внимание, да и в закрытом тоже параметре подсветки настраиваться как угодно. Так, наименьший процессор, наивысшим процессором подсветкой крышки преимущество модели не исчерпывающей. У неё встречаются три вида экрана, 120 кирто и 120 герцового Full HD. Обзор в западной прессе его оценили как средний и 60 герцовый QHD, который и попал к нам на тест. Говорят, что появившаяся ещё младшая версия с 60 герцами Full HD и матрицы, но позже. Зачем смысл лучше 2К иметь и 60 герц, либо 120 герц и Full HD? Это, в принципе, либо картинка, либо герцовка. Если играешь, то бери 120 герц, если там смотришь что-то, бери 2К. Но ноуты уже способны, даже 4К, экраны в них встраивают, в принципе, железо вытягивают, там средний. Ну, невысокий, может быть, но на средних вытягивают. Также в этом ноутбук хороший звук, 4 динамика, справляются на слабо. Высокоточный смотрит наверх, водовая чистый и звонкий звук, а низкочастотные оси излучают игровой стол, используют пространство между рабочей поверхностью. То есть, за счёт крышки он приподнимается. Результаты тестирования. 3DMark, Time Spice, 5730 баллов, на GPU 5480, на CPU 821, PCMark 5200, Sentinel 8700, Production 7100, Content Creation 6200. Battlefield 5, Battlefield 5, 2К, Ultra RTX, отключен, 60 FPS. Везде 60 FPS на ультрах. Ультра, аута, Tomb Raider в 2К, дальше 60 FPS выдают. Ascent Season Creed, Odyssey, 45 FPS. Ну, даже 4К, я думаю, потянет. Если было бы здесь 4К, мы не в принципе. Doom вообще на ультрах, но Full HD, конечно. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Лайк, подписка, колокольчик. И всем до скорого. Пишите свои комментарии. На все комментарии отвечаю. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok